Золотые рыбки Золотые рыбки одни из первых рыб, которых можно по праву назвать аквариумными. К тому же, это одни из рыб, над которыми очень жестко поработали азиатские селекционеры. Каких только сегодня нет подвидов этих рыб, на каждую из них смотрю и удивляюсь. В этом видео хочу поделиться с вами своим опытом покормлению золотых рыб кормом тетра-голдфиш в хлопьях. Золотые рыбки Золотые рыбки очень любят поесть и при виде своего хозяина всем своим видом показывают, что их нужно покормить. При этом они открывают рот, подплывают к месту кормления и даже грустным взглядом смотрят через стекло. Кстати, считается, что золотые рыбки легко запоминают лицо хозяина и узнают его среди других людей, которые подходят к аквариуму. Самое главное, при кормлении любым кормом не перекормить своих подопечных, как бы они ни выпрашивали. Но и недокорм тоже ни к чему хорошему не приводит. Корм тетра-голдфиш, на мой взгляд, один из самых популярных кормов для золотых рыб. Такое мнение сложилось не только потому, что почти все мои знакомые кормят золотых именно им. Не только из-за того, что он встречается почти в каждом зоомагазине и аквасалоне, даже в отдаленных от Москвы городах нашей страны. Но и потому, что так говорят знакомые продавцы кормов. Этот корм учитывает то, что пищеварительная система золотых рыб приспособлена к перевариванию пищи, которая содержит достаточно большое количество углеводов. А углеводы, в свою очередь, являются одним из основных источников энергии, которая просто необходима для существования в прохладной воде. Для тех, кто только начинает заниматься золотыми рыбками или вообще планирует в будущем, поясню. Золотые рыбки предпочитают прохладную температуру воды в аквариуме от 18 до 23 градусов. Хотя они и могут прожить достаточно длительное время в воде с градусом в разы выше. Но после этого, как правило, у золотых рыб развиваются различные болезни. Поэтому лучше все же поддерживать оптимальную прохладную температуру. Давайте вскроем упаковку и посмотрим, как он выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, хлопья – один из самых распространенных видов корма. Корм для рыб от этой фирмы бывает и в гранулах, и даже в чипсах. Но многие аквариумисты в своих аквариумах содержат не только золотых рыб, но и другие виды холодноводных рыб. Хлопья Tetra Goldfish подойдут не только золотым рыбкам, а для всех холодноводных жителей аквариума. Корм для рыб Специальная формула улучшает усвояемость корма и сокращает количество экскрементов рыб для чистой и прозрачной аквариумной воды. Даже если корм останется в недоступном для рыб месте в аквариуме, он не будет сильно красить воду и портить ее. Компания Tetra очень давно занимается производством кормов и имеет огромнейший опыт в этом деле. Естественно, в этом корме оптимально подобран состав и в нем нет ничего лишнего. В нем содержатся все необходимые золотым рыбкам питательные вещества и микроэлементы. Сам производитель утверждает, что данный корм улучшает здоровье аквариумных жителей, придает жизненную силу и улучшает окрас. Давайте познакомимся с составом. Рыба и побочные рыбные продукты, зерновые культуры, дрожжи, экстракты растительного белка, моллюски и раки, масла и жиры, водоросли. В качестве добавки витамины, водоросли, дрожжи, минеральные вещества. Белки 42%, жиры 11%, клетчатка 2%, а влага 6,5%. С даты производства срок годности 36 месяцев. Данный корм подходит для любого возраста рыб, не важно полгода им или 5 лет. Ну а теперь настало время для самого главного. Настало время покормить этим кормом наших золотых рыб и посмотреть, как они его едят и едят ли его вообще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наглядно видно, что поедаемость данного корма очень высока. Рыбки его едят с огромным удовольствием. Возможно, кто-то скажет, что золотые рыбки едят с таким же аппетитом все, что попадает в аквариум. Возможно, это так. Но не все корма настолько полезны и хороши, как корм Tetra Goldfish. Субтитры создавал DimaTorzok